Добрый день, дорогие зрители православного портала Экзегет. Сегодня мы с вами вспоминаем вместе со всей Православной Церковью одного из величайших воистину подвижников палестинского монашества, ну и вообще на самом деле одного из величайших монахов Православной Церкви, подвижников, пустынников, аскетов, учителей, память которого совершается сегодня как память преподобного Ефимия Великого. Преподобный Ефимий — это такой отец палестинских монахов, может быть, не самый ранний по времени, но один из самых знаменитых, известных, почитаемых и внесших свой вклад в торжество православия и в самой Палестине, ну и вообще, надо сказать, в значительной степени утвердивший православное учение в очень непростое время пятого века, на который приходится значительная часть его жизни и подвигов, утвердивший православие вообще во всей Византийской империи, повлиявший на очень многих деятелей Византийской империи, в том числе и членов императорской семьи. Преподобный Ефимий по происхождению был армянином из Малоармении. Малоармения — это на самом деле совсем уж не такая маленькая территория, это, в общем-то, практически вся такая восточная часть современной Турции, малазийской части, относящейся к Малой Азии, на которой когда-то в большом количестве расселилось вот это вот армянское население. Дело в том, что Византийская империя армян использовала в качестве так называемых стратиотов. Это чем-то напоминает наших казаков. Вот такие народы в достаточной степени воинствующие, умеющие держать в руках оружие. Византийская империя принимала их себе на службу, давала им какие-то пограничные территории, позволяла их обрабатывать, хозяйствовать на них и в то же время освобождала их от налогов, но с обязательствами охранять эти территории, а соответственно границы Византийской империи от всевозможных завоевателей, которые этим границам угрожали. Надо сказать, что вот такими византийскими казаками, стратиотами на протяжении довольно долгого времени были в том числе и армяне. К этому числу относились и арабские племена, о чем мы уже однажды рассказывали в одной из наших бесед, и в разное время это были разные народы, но вот значительный вклад внесли в это дело и армяне, поэтому они достаточно широко расселились по окраинам Византийской империи. Много их достаточно было на армейской военной службе, были даже императоры, происходившие из армян, которые восходили на престолы Византийской империи. И на самом деле достаточно много было великих святых православной церкви, которые по своему происхождению были именно армянами. Вот из такого знатного армянского рода, из этой самой Малой Армении, происходил и будущий великий наставник монашества Ефимий. Родился он в 377 году в знатной армянской семье, однако довольно рано осиротел, буквально в трехлетнем возрасте, и матерью своей был отдан для такого церковного воспитания. Сначала своему дяде-священнику, потом воспитывался при епископе местном в Малой Армении. И, в общем-то, можно сказать, что он с детства был вот таким церковным священнослужителем, с детства был монахом, был с ладых ногтей подготовлен к своему вот этому будущему служению, великому преподобническому служению, которое заняло практически целую сотню лет, благодаря необычайно долгой жизни, которую прожил преподобный Ефимий Великий. В возрасте 18 лет, будучи по своему мировоззрению, по своему образу жизни уже практически готовым монахом, преподобный Ефимий отправляется в Палестину для поклонения святым местам. В Иерусалиме он поклоняется кресту и гробу Господню, затем начинает обходить иноческие обители и попадает в вавру преподобного Харитона-исповедника. Ему настолько нравится жизнь этой прославленной обители Палестины, что он желает поселиться в возможной близости от нее, поскольку он еще слишком молод для того, чтобы быть принятым в число братьев, он поселяется в отшельничестве неподалеку от лавры великого основателя палестинского монашества преподобного Харитона. Здесь он находит себе друга и сопостника, с которым пройдет всю свою последующую жизнь, преподобного Феоктиста. Вместе они подвязаются в одной из пещер неподалеку от лавры, вот в этом самом Фаранском ущелье, в котором она была построена, первая Фаранская лавра преподобного Харитоном. Но затем, постепенно, после того, как они возросли в монашеской жизни, они пожелали большего такого уединения, большего безмолвия. Надо сказать, что в то время Фаранское ущелье, Фаранская лавра была просто наполнена огромным количеством иноков. Туда приходило довольно много паломников и желавших видеть, собственно, и приобщиться к этому монашескому деланию, с одной стороны, попросить молитвы монахов. А кроме того, Фаранская лавра находилась сравнительно недалеко от Иерусалима. Там пролегала одна из дорог, которая вела на Илеонскую гору. Поэтому это место было сравнительно посещаемо из всех пустынческих монастырей Палестины. Преподобный Ефимий и Феохтист уходят в так называемую Кутилийскую пустыню. Это окрестности Мертвого моря, жаркие, бесплодные, пустынные места неподалеку от города Иерихона, о котором мы с вами тоже не так давно беседовали. Сейчас, когда вы, например, едете машиной или автобусом из Иерусалима к Иерихону, к Мертвому морю, спускаетесь на такую достаточно большую глубину, проезжаете отметку, которая, собственно, отмечает на скалах уровень Мирового океана, начинаете свой спуск еще глубже и ниже туда, где лежит Мертвое море, можно увидеть такой небольшой указатель, на котором написано «Води-Ок». «Води-Ок» — оно же «Води-Мукилик» — это ущелье, такое достаточно безжизненное и открытое жару пустыни Мертвого моря, в котором и поселились преподобные феоктисты и преподобные Ефимия, оставив лавру Харитона-Исповедника, где был прекрасный оасис, где было много воды, рыбы в ручье, плодовые деревья. Вот они поселяются в такой совершенно дикой, жестокой, безжизненной пустыне. И преподобный феоктист основывает там свой знаменитый монастырь, в котором Ефимий становится духовником. Он не хочет принимать на себя настоятельские обязанности, это приходится сделать его другу и сопостнику. Преподобный Ефимий наставляет то братство, которое постепенно собирается в их уединенную монашескую обитель. Надо сказать, что этот монастырь преподобного Ефимия, преподобного феоктиста, в принципе, можно посетить и сейчас. Он сохранился, конечно, не как действующий монастырь, но до сих пор можно увидеть вот эти пещерные церкви, пещерную кель преподобного Ефимия, можно увидеть сохранившиеся там росписи. Но монастырь этот на самом деле один из самых по настоящее время трудноступных мест Святой Земли. Мало того, что необходимо пройти пешком достаточно большое расстояние по пустыне, придется еще и обратиться к каким-то таким первоначальным хотя бы навыкам альпинизма и скалолазания, поскольку он сейчас спустится на территорию монастыря с отвесных скал, которые его окружают и среди которых он находится, можно только используя альпинизмскую страховку. И те, кто пожелает там побывать, вынуждены будут сделать это именно вот таким вот образом. Но зато вы сможете прикоснуться к такой еще совершенно нетронутой, хотя и давно уже оставленной насильниками монашеской жизни далекого прошлого времен преподобного Ефимия Великого, увидеть остатки ярких росписей, которые еще сохранились в этих пещерных храмах и почувствовать себя, может быть, хотя бы отчасти, хотя бы ненадолго так, как это переживали, находя здесь преподобные феоктисты Ефимии, их ученики. Во время, в то время, когда преподобный Ефимий подвизается вместе с преподобным феоктистом в этом труднодоступном монастыре Кутилийской пустыни, к нему приходят сарацины. Сарацинский правитель приносит своего больного сына Аспевета, которому было открыто, что исцелит его от его тяжкой болезни никто иной, как именно преподобный Ефимий. И преподобный Ефимий не только исцеляет арабского царевича, но и обращает и его самого, и его отца, и все это племя своей проповедью в христианство. По-видимому, это арабское племя принадлежало к тем самым гассанидам, которые приняли, как мы знаем, православное христианство и основали свое государство на границах тогдашних Палестины и Сирии и тогдашних пределах Византийской империи. Но вот конкретно это племя, после того как царевич был исцелен преподобным Ефимием, поселилось неподалеку от монастыря преподобного Феоктиста, а затем и от того монастыря, от той тоже Великой Лавры, которую создал преподобный Ефимий. Долгое время местонахождение монастыря преподобного Ефимия Великого оставалось загадкой. Оно было утрачено еще в средние века. Последний, кто видел мощи преподобного Ефимия, кто еще застал его обитель, это был наш русский паломник Даниил в начале 12 века. Монастырь был восстановлен усилиями византийских императоров того времени, там вновь поселились монахи, там хранились мощи преподобного Ефимия. Но после этого, после вторичного завоевания крестоносцами Палестины, Святой Земли, следы некогда Великой Лавры преподобного Ефимия теряются на весьма-весьма долгое время. Например, в середине 19 века наш замечательный исследователь Святой Земли архимандрит Леонид Кавелин в бытность свою начальником русской духовной миссии составляет один из таких первых путеводителей по монашеским обителям древней Палестины. И за лавру преподобного Ефимия Великого он принимает средневековый постоялый двор Нибимуса, который расположен буквально уже на берегу Мертвого моря, намного ниже, чем монастырь преподобного Ефимия Великого и действительно напоминающий собой своими постройками какой-то такой древний палестинский монастырь. На самом деле это место не было никоим образом связано с палестинским монашеством. Это был постоялый двор, хан, в котором, начиная еще с первого завоевания Святой Земли, останавливались паломники, которые совершали свой путь из Иерусалима в Мекку. Ну, естественно, это были мусульманские, исламские паломники. Отсюда, с этой точки, они любовались на гору Нибимуса, на ту самую библейскую гору Нева, где был похоронен Моисей, не вошедший в землю обетованную, поскольку оттуда она была прекрасно видна. И благодаря тому, что именно отсюда, с этой точки, находясь вот на этом первом привале своего караванного пути в далекую Мекку, паломники любовались и поклонялись и издали гробницы Моисея, вернее, месту, где он нашел свое покоение. И сам этот постоялый двор получил название Нибимуса, то есть пророк Моисей. Но с преподобным Ефимием это место никоим образом не было связано. Древний монастырь преподобного Ефимия удалось обнаружить только в 20 веке, во многом благодаря трудам англиканского священника и археолога, такого преподавателя, византолога, замечательного ученого Фрэнка Дерваса Чити. Надо сказать, что этот англичанин с юности необычайно полюбил подвижников святой земли, полюбил палестинское монашество благодаря своему общению с представителями русской эмиграции, очень верующими людьми, которые тоже были проникнуты вот таким древними аскетическими идеалами. Благодаря им Дервас Чити на всю жизнь сохранил любовь к палестинскому монашеству, и в частности эта любовь вылилась в том, что в 1925 году ему удалось обнаружить и впоследствии провести ряд раскопок на месте, которое называлось Хан Ахмар. Сейчас это место, которое находится между Иерусалимом и Иерихоном, вот на этой дороге. Там можно увидеть такой указатель, который указывает к этому Хан Ахмару, и на территории этого постояло два раза темы поселка, и был обнаружен впечатляющий монастырь преподобного Ефимия Великого. Поскольку этот монастырь содержал не только большое количество монашествующих, но еще рядом с ним жило и арабское племя, в котором епископом этих кочевников являлся как раз-таки царевич Аспевет, крещенный с именем Петр, то неподалеку от монастыря сохранился просто огромный, поражающее воображение подземный водосборник, который питал водою и лавру преподобного Ефимия, многочисленных паломников и живших неподалеку от этого монастыря крещенных, принявших православие арабских христиан. Не просто арабоязычных, как это сейчас очень распространено на Святой Земле, но именно урожденных чистых арабов, относящихся по своему происхождению к племенам, населявшим Аравийский полуостров. Свою великую лавру преподобный Ефимий основал, конечно, уже намного позже того времени, когда он подвязался в ущелье Вадиок, в ущелье Вадиму Килик вместе с преподобным Феоктистом. Перед этим он успел еще достаточно много постранствовать по пустыне Мертвого моря, пока наконец не получил откровения о том, где и каким образом ему основать свою собственную обитель. Здесь к нему собираются ученики и постепенно обители его вырастают до очень больших размеров, становятся одним из самых влиятельных монастырей на всей Святой Земле. Этому способствует и слава преподобного Ефимия как великого чудотворца. Среди чудес, которые описываются в его житии, составленном его учеником и монахом Кириллом Скифопольским, не непосредственным учеником, а учеником его учеников, например, содержится такой эпизод, когда однажды 400 армянских паломников, соотечественников преподобного Ефимия, возвращаясь из своего паломничества в Иерусалим, вынуждены были просить гостеприимства в его монастыре, необходимо было чем-то их накормить. Преподобный Ефимий спокойно дал распоряжение Кеварию, чтобы тот накормил все это множество паломников, однако тот ответил, что у них совершенно нет припасов, их припасов не хватит даже на братью, не то что на такой огромный паломнический караван через 400 человек. Преподобный Ефимий спокойно сказал, чтобы он шел в монастырскую кладовую и приготовил все, что нужно для того, чтобы накормить путников. Каково же было удивление Кеварию, когда он, открыв пустую до этого времени кладовую, обнаружил ее полностью заполненной хлебами, маслом, вином и всем тем, что было необходимо и для пропитания братьев, и для приема вот этих 400 паломников. Вот такой великая была вера преподобного Ефимия Великого в его служении людям. Другим очень важным таким моментом было то, что преподобный Ефимий строго придерживался православия и не позволял ни себе, ни своим ученикам, ни никому из тех, кто к нему обращался, хоть в малейшей степени уклониться от верности православия. Как мы знаем, время-то было очень сложное. Это было как раз время и Эферского собора 431 года, когда церкви угрожали всевозможные ереси и нестарианство, и уже учение Оригена и ересь монофизитов, с которой боролась церковь на Вселенском соборе 451 года в Халкидоне. И вот именно благодаря во многом Ефимию Великому многие представители монашества и Палестины и других мест остались верны православию. Он также поспособствовал тому, что императрица Евдоксия, супруга императора Феодосия-младшего, которая уклонилась как раз таки благодаря общению с монофизитами в эту ересь, и очень поддерживала деятелей монофизитства и монастыри, в которых эта ересь процветала. Она обратилась к православию. В то время царица, которая жила в возгнании в Иерусалиме, испытала очень много каких-то таких тяжелых обстоятельств, связанных с бедствиями, обрушившимся на членов ее семьи. Ей дали совет обратиться к молитвам преподобного Ефимия Великого. И в пустыне Мертвого моря произошла встреча императрицы с Ефимием Великим. В течение этого разговора одного-единственного преподобный Ефимий сумел полностью утвердить императрицу в православии. И благодаря этому также и очень многих из тех, кто был связан с ее кругом, также сумел вернуть и утвердить в православии. Даже из Египта, который славился своей монашеской жизнью, к преподобному Ефимию приходили ученики, которые вынуждены были прерывать свой подвиг в египетских пустынях, именно по причине того, что там начали распространяться ереси, в том числе и монофизистов, которые, как мы знаем, захватили очень многие египетские обители, египетских подвижников. В числе этих монахов египетских были и Илья и Мартирий, будущие патриархи Иерусалима, переселившиеся из Фиваиды под кровь преподобного Ефимия и сделавшиеся его любимыми, близкими учениками. С ними преподобный Ефимий проводил четыридесятниц, устранствуя по пустыне, переходя каждый день с места на место и вот так, подобно птице, подобно такому вот не имеющему где преклонить страннику, проводившему весь, проводившему каждый великий пост. Впоследствии его ученик Илья сделался сначала основателем собственных обителей рядом с Орихоном, которые, к сожалению, не сохранились, а затем и патриархом Святого Града Иерусалима. Также и преподобный Мартирий, ученик Ефимия Великого, основал собственную обитель на окраинах той самой знаменитой Вифании, где Господь воскресил Лазаря. Сейчас там находится еврейский поселок Мааля-Думим, это фактически такая еврейская часть Вифании. И вот на окраине Мааля-Думим археологи в XX веке раскопали великолепно сохранившийся монастырь преподобного Мартирия. Стоит его, кстати говоря, тоже посетить, хоть там остались и руины, но зато великолепнейшим образом можно видеть всю планировку, по которой строились монастыри того времени, и увидеть какие-то черты монашеского быта, которые до сих пор благодаря этим археологическим раскопкам сохранились на этом месте. Особенно примечателен закатной камень, такой круглый камень, которым запирали на ночь, как воротами, вход в монастырь преподобного Мартирия. Этот камень сохранился и до сих пор лежит в таком каменном пазу. Точно так же когда-то таким закатным камнем закрывались древние гробницы, в которых хоронили иудеев, в том числе и Господа нашего Иисуса Христа. Именно, похоже, таким закатным камнем закрыли его гробницу, благодаря чему мироносицы шли и задавались вопросом, кто же отвалит нам камень от дверей гроба, поскольку он тяжелый. Действительно, такое большое, напоминающее огромное каменное жерло, жерло в круглую, такая вот каменная дверь, которая просто перекатывается в каменном пазу, закрывая доступ в гробницу, ну или в данном случае вход в монастырь преподобного Мартирия, и таким образом еще как бы лишний раз уподобляя его гробницы, в которой проводят свою вот такую вот уже посмертную в каком-то смысле жизнь иноки, отрекшиеся от мира. Очень интересно познакомиться с вот этой вот всей древней обстановкой монастыря преподобного Мартирия Великого, у кого будет возможность посетить это место, Маля Думим, тому советуем обязательно побывать на этом месте. Также очень, конечно, интересен и любопытный монастырь преподобного Ефимия Великого. Там можно познакомиться с мозаиками на месте древних церквей и его обители, можно спуститься и в этот огромный водосборник, который также раскопанно сохранился до нашего времени. Но, к сожалению, монашеская жизнь прервалась там давно, и даже мощи преподобного Ефимия Великого уже давно, к сожалению, утрачены церковью. Сохранились только некоторые их частицы, большая часть из которых хранится в скиту Святой Анны на Святой горе Афон, а целиком полностью мощи тела преподобного Ефимия Великого, к сожалению, утрачены во время крестовых походов, когда и крестоносцы, и православные греки в стремлении спасти свои святыни от мусульманских полчищ, от военных неурядиц, переносили их в более безопасные места. Тем не менее, можно посетить это место подвигов великого наставника палестинского монашества, но помимо этого замечательного монастыря, где преподобный Ефимий нашел свое покоение, было еще несколько связанных с его именем мест. Как ни странно, одно из них – это небольшой монастырь, который преподобный Ефимий создал на месте древней, знаменитой еврейской крепости Масада в пустыне Мертвого моря. Ну, мы знаем эту знаменитую историю, относящуюся ко временам той самой иудейской войны, описанной Иосифом Флавием, когда последний из всех твердыней, из всех крепостей в 73-74 годах крепость на вершине Масады выдержала осаду от римских войск, и для того, чтобы не оказаться в руках римлян, все их защитники совершили самоубийство, вдохновляясь примером индусов, которые не боятся смерти. И вот почему-то это послужило для них таким вдохновением для того, чтобы убить каждому своих родных, близких и своих соратников. И когда римляне вошли в столь долго сопротивлявшуюся им крепость, они обнаружили только тела покончивших собой защитников ее, ну, и также несколько оставшихся в живых женщин, которым посчастливилось спрятаться, избежать этого безумия самоистребления, которые рассказали римлянам о том, что произошло здесь перед тем, как они смогли ворваться в крепость. Ну, для современного Израиля Масада, как мы знаем, является таким символом национальной гордости, несокрушимости национального духа. Там приносят присягу бронетанковые войска, которыми так гордится Цахал. Армия Израиля в честь Масады получила свое имя и знаменитая на весь мир разведка, тайная спецслужба Израиля. Но на самом деле эта крепость, в которую сейчас как оплот патриотизма притекают современные израильтяне, а также и многочисленные туристы, явилась еще и местом подвигов преподобного Ефимия Великого во время его скитаний по пустыне Мертвого моря. Как мы знаем, монахи, преподобные, обходя вот все вот эти места, связанные с древней историей, очищали их от присутствия лукавых демонов, которых притягивало туда всевозможные жестокости, так разнообразные, ярко выразившиеся в исторических коллизиях предшествующих веков. Безусловно, и вот это место страшной человеческой бойни, которым стала древняя Масада, также сделалось, будучи заброшенным обиталищем одних только лукавых духов, наводивших страх и ужас на окрестных пастухов. Поэтому здесь поселяется в какой-то момент преподобный Ефимий, своими молитвами очищает это место, делает его безопасным для путников и создает здесь небольшую обитель и церковь созданную им до сих пор можно видеть, ну, конечно, в таком восстановленном, раскопанном виде вот посреди вот этого праздника израильского патриотизма на вершине той горы, которую называли Мадрес современники преподобного Ефимия и которую сейчас туристы и израильские патриоты посещают как знаменитую древнюю Масаду. В какой-то момент преподобный Ефимий оставляет свой монастырь, свою лавру и для того, чтобы переселиться несколько восточнее Хеврона. Здесь он создает также монастырь, который, к сожалению, не сохранился до нашего времени. Это обитель, которую византийские авторы называют Капарвариха. В этом странном названии выражается древнее еврейское имя поселения, которое находилось на этом месте – Кафар-Барух, деревня Благословений. Именно сюда когда-то пришел пратец Авраам, дошел до этого места, следуя за явившимся ему Святой Троицей, чтобы здесь и спросить милости к тем людям, которых суд Божий хотел истребить, к обитателям все тех же самых берегов Мертвого моря. Отсюда действительно открывается великолепный вид на всю вот эту низколежащую долину, где расположено Мертвое море. Также здесь находится та самая пустыня Зив, где когда-то древние израильтяне во времена царя Иосафата победили без пролития собственной крови своих напавших на них врагов – мадионитян. И в Ветхом Завете это место получило название «Долины Благословений» или «Селение Благословений». Вот в таком искаженном виде это название сохранилось и до византийских времен, когда преподобный Ефимий на средство одного из местных жителей, сына которого он также исцелил, создает здесь древнюю обитель Капар-Вариха, древнюю Лавру. Сейчас, к сожалению, от него осталось всего лишь несколько колонн. В более поздние крестоносские времена там также существовала церковь, а сейчас там находится мечеть, под сводами которой расположен мавзолей, предположительно, праот Солота, племянника праведного Авраама. И мы когда-то уже рассказывали об этом селении, которое сейчас называется Банинаим, в одной из наших бесед, посвященных древнему Хеврону. Кто поживает, может познакомиться с этим рассказом в тех беседах, которые относятся к циклу бесед о древнем городе Хевроне. Вот то наследие, которое оставил преподобный Ефимий Великий, и те места, которые можно посетить и сейчас, если кто-то подобно Дервус-учите или его русским единомышленникам также проникнут любовью и почитанием к преподобному палестинскому монашеству, к его великому и вечному наследию, и пожелает как-то прикоснуться к памяти этого великого святого преподобного Ефимия. Его молитвам, его твердости в православии мы до сих пор обязаны тем, что существует Иерусалимский патриархат, поскольку он возник благодаря как раз таки настоянию его ученика святителя Ювенали, первого патриарха Иерусалимского. И не случайно, что преподобный Ефимий почитается и в Иерусалимской церкви далеко за ее пределами, как человек, который хотя и скончался очень давно в 474 году, однако память его по завету Господа нашего Иисуса Христа пребывает вовеки, и до сих пор он в Царстве Небесном молится за всех, кто почитает его святую и светлую память, к числу которых, я надеюсь, относятся и слушатели этой нашей беседы, посвященной преподобному Ефимию Великому. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.